Веган Христолюб На самом деле он этого не делал, но убийцы-труппажоры, не веганы, религиозники хотят это подать именно так. Сегодня я вам очередной раз продемонстрирую, как извращают Писание и как наоборот веганы-христиане теми же самыми козырями, которые убийцы-труппажоры думают, что у них есть на руках, которыми они могут бить карты веганов-христиан. Местами из Писания оборачиваются, наоборот, против них и доказывают обратное, что как раз веганы-христиане правы, а убийцы-труппажоры, религиозники неправы. Сегодняшнее место – это первое послание к Тимофею, апостолу Павлу, 4 глава. В принципе, нам всего 5 стихов нужно с 1 по 5 стих, но мы чуть-чуть побольше прочтем, просто как всегда, чтобы я хочу сказать свое слово, ну и чтобы мы некоторые духу увидели тоже этого послания. Начинается оно следующим образом. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступит некоторые от веры, внимая духом обольстительным и учением бесовским, через лицемерие лже-словесников, сожженных в совести своей. Давайте я вам все прочитаю и потом мы поговорим хотя бы 5 стихов. Запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением. Ибо все творение Божье хорошо и ничто не предусудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божьим и молитвы. На значке видео, может быть, не так видно, что там за картинка. Основная картинка к этому ролику, вот я как-то в интернете ее тоже нашел, да, такая сидит семейка, куча всякой трупятины и гадости на столе, да, и... Отец семейства молится о том, что спасибо тебе, Бог, да, любимый Бог, о том, что ты дал нам все это вот в пищу, да. Ну и там за окном коровка, спасибо Бог, еду, что курочка говорит, да. Очень великолепная иллюстрация, как это нашел, она была не в очень хорошем качестве, я ее в более-менее нормальном качестве долго-долго искал, но вот нашел. Вот такая вот иллюстрация, да, то есть мы видим якобы и тезис убийц трупожоров говорит нам о том, что вот якобы, если ты трупятину кушаешь с благодарением Бога за то, что он тебе якобы ее дал, и с молитву или с благодарением в молитве, то якобы это все норм, так можно делать и все хорошо, да, вот Павел одобрил. Как мы с вами, вы уже, я надеюсь, видите, кто просвещен, как мы с вами здесь прочитали, Духом Святым, Божьим Духом, да, тут и так все видят, что, конечно же, это место опять никаким оправданием религиозникам, убийцам, трупожорам не может служить для того, чтобы продолжать свои злодеяния. Я говорю, очень сильный момент, они очень любят, ну, кто там в комментариях много писать любит или на словах, я такой слушал, что вот, такой как ты, веган-христианин, это как раз вот те негодяи, прям антихристы последних времен, смотри, какие яркие эпитеты, Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, а в чем же вера христианская? А вера христианская в том, что Бог есть, Он есть вечная жизнь или жизнь вечная, бессмертие, это свобода по плоти и по духу человека, избирать между как раз добром и злом, любовью и ненавистью, светом и тьмою, и, что? Но, избирая свет, добро, любовь, Он и обретает богоподобие, божественность и попадает в небесное царство любви Иисуса Христа. Вот я отступил от такой веры? Нет, я наоборот ее проповедую. Внимая духом обольстительным и учением бесовским. Ну, понятно, религиозники, убийцы, труппажоры, они очень любят называть даже веганство бесовским учением. Я такое не раз видел под своим постами. Но, к сожалению, учение бесовское – это как раз убийство живых существ, без которых был от начала человек-убийца и животных-убийца. Именно поэтому он Адама с Евой убедил убить животное и сожжать его труп. Через лицемерие лжесловесников. То есть, на такого, как я, вот это место, я почему еще говорю, очень часто применяют, что еще хотят наехать на проповедников веганства, особенно на веганов-христиан, что якобы вот они какие негодяи, это прям самые антихристы последних времен, это лицемерные лжесловесники. Мне хочется сказать, в чем же мое лицемерие-то, да, ну в чем? Кто знает меня, я как раз, не глядя, не взирая на лица, несу всю, как говорят, правду матку, да, вот, и людям ставлю ультиматумы, прерываю общение с человеком, если он не хочет отворачиваться от грехов. Уж меня-то в лицемерии укорять, да, точно, точно пустое дело. Ну, по поводу лжесловесников, да, что мои слова ложь, ну, если для вас любовь – это ложь, тогда ваша участь будет печальна, о которой мы сегодня в конце скажем. Сожженных в совести своей, да уж, веган-христолюб – это конченый человек, который, да, просто сгорел в совести своей, ничего доброго не делает, ни о чем добром не говорит, да, и такие, как я. Ну, и самое, это, конечно, чтобы вот так подвести, кто ты такой есть, и я говорю, прям, я в свой адрес лично все это, как бы, слышал, что вот якобы это все как раз ко мне применимо, что не просто там, да, такой вот негодяй проповедую за любовь к животным, а что вот еще вот я, ведь все это ко мне прям применяется очень хорошо, ну, и к таким, как я. Ну, и в чем таких людей-то определение, что они будут делать-то? Какое отступление от веры-то? Какая вера тех, кто вот якобы, ну, они, правда, как вы видите, сейчас вы видите, вырывают эти слова апостола Павла, вот. Но оказывается, их вера – это что? Это вступать в брак, а вот негодяи будут запрещать вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил. Вот это одно из самых важных мест, так скажем, тот стих, ну, если его целиком, как я вам всегда говорю, не разрывать, да, «дабы верные и познавшие истину». А какая истина? Мы сегодня с вами о них сказали, что такое вера или что такое истина. Свобода, вечность и любовь. «Дабы познавшие любовь». И Боян Богослов так и говорил, что в поступке Иисуса Христа, Богу любви, пришедшего во плоти, в его поступке, во всех его поступках, даже начиная с того, что он с небес сошел для человеков, чтобы показать им собственным примером путь святой доброй жизни и всех-всех-всех-всех тех добрых дел, которые он совершал на протяжении своего служения, и заканчивая даже отданием себя в руки грешников, злодеев, убийц, да, и которые его жестоко распяли. И что? Вот в этом поступке Иоанн Богослов так и писал. «Мы познали что? Любовь Божью. И что сделали? И уверовали в нее». То есть мы познали любовь, уверовали в нее. Вера, познание, здесь эти слова употреблялись. Мы с вами видим, кто такие настоящие христиане. Это те, кто познали или уверовали. Это просто синонимичные обороты, словосочетания, слова. Уверовать в любовь, познать в любовь. Одно и то же, да? Познали любовь. Вот познавшие эту, вкушали все, что Бог сотворил, с благодарением. Ибо всякое творение Божье и ничто не предусудительное воспринимается с благодарением, потому что освещается Словом Божьим и молитвой. Ну и теперь более подробно разбираем тот бред религиозников, которые они все это, добрые слова Павла, я бы даже сказал, обворачивают неизвестно во что. Я свои пометочки вам буду зачитывать и их комментировать. Чистое око, ум, сердце понимает, что речь здесь идет о первой главе книги Бытия, о том, что и как будут запрещать, узнаем по времени, когда и наступят в последние времена. По поводу последних времен. Книга Откровения, она в принципе апокалипсис, так называние, Откровение, да, на Иоанну. Все места, она несложная, да, но действительно все события, конкретно которые там описаны, они узнаются лишь по времени и их совершению. Гадать там, что это за скорпионы, там с какими-то хвостами, очевидно, что это может какие-нибудь киборги там будут во время какой-нибудь Третьей мировой войны. Это все будет видно просто по времени, да, и конкретно что там будут запрещать в ту же самую пищу из божественной пищи, из растительной пищи, мы узнаем лишь по времени, да, и запрещающих вступать в брак, кому запрещать, что запрещать, да, мы это узнаем потом, как все это будет, мы все это увидим. Это, кстати, живой пример, когда мне вот эти стихи плюют, или якобы козырем бьют мою карту о веганстве, я запрещал вступать в брак. Тут Павел делает неразрывную цепочку, то есть если вы утверждаете, что это место, и заметьте, они очень любят вырывать, вот религиозники, это люди, не познавшие истину, они стихами Библии, я все говорю, пользуются как лотерейным барабаном, знаете, из которых достают там какие-нибудь числа, там на каких-то розыгрышах, вот они Библию просто, как я говорю, нарезали на кусочки, да, главами, стихами, вырывают-то тут стихи и плюются друг в друга, да, вот это все ихнее учение и знание, вот. Я говорю, слушайте, если вы сказали А, скажите Б, ну тут хотя бы, тут даже уже разорвать-то нечего, в чем будет принцип этих лжесловесников, запрещающих вступать в брак, и употреблять в пищу то, что Бог сотворил. Он говорит, что это будет одновременно делаться, не сказал, что это будет по раздельности, я не запрещаю вступать в брак, пожалуйста, женитесь, разводитесь, что хотите, делайте, да. Кто запрещает? Никто не запрещает, женитесь, да, выходите замуж на здоровье, рожайте детей, кто против. Да, и кто знает, я выступаю за свободные отношения, которые были от начала Богом заповеданы людям. Бог не заповедовал в раю вступать в брак, Бог заповедовал в раю любить друг друга и плодиться, размножаться. Бог не заповедовал Адаме с Евой брака сочетаться, да. Поэтому я опять выступаю просто за то, что было Богом создано, за любовь. А любовь она любит всех. Ну, в брак-то я не, пожалуйста. Уж нас такого общества, детям надо фамилию дать, если уж вас дети родились. Ну, пожалуйста, зарегистрируйте свои отношения. Кто против? Да я не против, я не запрещаю. Как вы можете это притянуть, да, и употреблять в пищу то, что Бог сотворил? Ну, Иисус как-то очень прекрасную фразу сказал, отражающую закон бытия. Если око твое чисто, Иисус говорил, то и вся внутренность твоя чиста, то есть внутренний человек. Ну, Иисус сказал приточно, потом сам расшифровал. Под оком подразумевается, хотите ум, хотите сердце. А лучше всегда совмещать эти вещи в Библии, еще от первой главы книги «Бытия», от грехопадения. Мы помним, как в Библии употребляются фразы. Я всегда говорю, там нет слова совести вообще в Ветхом Завете. Есть умное сердце, помышление сердца и помыслил в сердце своем. Это прямо из речения. Когда-то хотел посчитать, сколько раз оно в Библии, в Ветхом Завете употреблено, хотел такой ролик записать, потом плюнул, потому что это было невозможно. В Библии нет понятия совести в Ветхом Завете, по крайней мере. И в Новом Завете его уже внесли только потому, что стали адаптировать подъязыческий мир. А там было такое понятие. А вот в Ветхом Завете всегда появилось такое словосчетание, как помышление сердца. То есть мыслят ум, мы же умом рассуждаем. Вот умное сердце. Что такое помышление сердца? Это желание. Вот если это желание доброе, значит у тебя ум, который родил мысль взять нож. А сердце у тебя, у тебя чистый ум и чистое сердце. Опять же, это соединено, значит у тебя чистое умное сердце. Что такое? Это когда ты своим действием, умом, мыслью свою взять нож. Что ты желаешь? Убить кого-то? Или веревочку перерезать рабу, животному привязанному, освободить кого-то. Вот у тебя какие желания. Вот это чистое сердце, чистая ум, Иисус и говорил. То есть если твое око светло, умное сердце, то и все внутри в тебе будет светло. Вот я всегда говорю, слушайте, вот заметьте, вот я веган-христианин, проповедующий любовь. Я и в Библии все, что вижу правильным, все вижу во свете любви. Вот они злодеи, бзлюки, да, все у них, убей всех там, всех еретиков сожги на костре, всех врагов народа, врагов церкви, врагов государства, убей, защищай там родину. А можно и не защищай, как он сейчас, можно и агрессивную войну вести против соседних государств. Как сейчас Россия ведет в Украине, и вся это болеводское православие поддерживает всю эту компанию, да. Пожалуйста. У них темное око, у них злое сердце, злые помыслы сердца, да, грязное сердце. Они все видят самую тьму во всем писании, оттуда все стихи дергают, лишь бы оправдать свое беззаконие, да. Когда Иисус сам положил свою душу без меча в руке, они же его слова вырывают, который он сказал на прощальном ужине с учениками, когда сам готовился отдать себя в руки грешников. Вырвут эти слова, притянут к тому, что можно убивать, да, людей, даже уже не родину защищая, а просто втрукшись в соседние государства и резать всех налево и направо, убивая детей и стариков, неважно, да. Все эти болеводские, Ткачевы, Осиповы, Гундяевы, все за это топят. Хочется просто блевануть, когда все это слушаешь. Вот, пожалуйста. И вот Иисус правильно сказал, у кого чистое око, кто видит любовь, он вот понимает, о чем речь. Он все места понимает и видит, что ничего подобного нет. У кого злое сердце, он все всегда увидит самое злое. Это очень важно. Вот какое у вас изначально, потому что каждый видит то, что он хочет видеть. Вот если вы превратились в любовь, если ум ваш чистый, светлый, сердце ваше, если во всем хотите увидеть любовь, а где ее не видите, вы это просто выкидываете, это есть ложь. Где Библия для вас не авторитет, а поле с плевелами, пшеницами. Да, вы оттуда выбираете все доброе, в сокровищницу сердца своего всю пшеницу собираете, а все плевелы выкидываете и сжигаете огнем неугасим. Это очень важно понимать. Поэтому, конечно же, когда... Вот здесь идет речь о чем? Конечно же, о первой главе книги Бытие. Потому что изначально в раю Бог, когда создал мир веганским, создал все, растительный мир, животный мир, потом только создал человека, все это ему верил в господство, а господство это любовь. Потому что Иисус, Бог наш Господь, и мы хотим, чтобы Бог был любовью, и Он таким и есть, родитель. Так когда там написано, употреблено слово господству, господству над всей землей, всем живым, значит, это мы должны были любить все, а мы во что превратили? Все, что нам Бог дал, мы в этот ват превратили на земле. Поэтому, конечно же, здесь Павел пишет прямо о первой главе книги Бытия, о том, что в пищу было дано, что человеку? Что? Все, что растет на деревьях и падает с них, все, что растет на земле, всю растительную пищу. Вот о чем. Вот кто будет запрещать вот это? Пусть не все или часть там чего-то. Вот. Вот это вы увидите. И вон эти антихристы, как мы видим, еще от времен Иисуса Христа и до сих пор. Поэтому в последние времена просто это все. Но сейчас они не запрещают, они просто у нас духовная война идет у веганов и труппажеров. Потом это будет в рамках закона возведено. Вот мы это явно увидим. Вот когда увидите очередной сигнальчик для того, что последние времена настали. Здесь я уже сказал о том, что и как это будет запрещаться. Мы увидим с вами, когда эти последние времена настанут. Сегодня они еще не настали. Кому интересно, посмотрите мой раздел о последних временах. Отсылки к девятой главе книги Бытия, когда говорят, вот это то, что Бог там сотворил и дал в пищу. Или закону Моисея, там кто-то и так мне там пытался бравировать, что это употреблять в пищу. Точнее даже не то, что они бравируют. Они зачастую очень любят всех к девятую главу книги Бытия, где якобы там оно и было позволено есть животных. Здесь абсолютно не к этому. Мы же видим прекрасно, что Бог сотворил. А что Бог сотворил? Животных в первой главе книги Бытия. Можно их употреблять? Нет, в первой главе книги Бытия написано, что Бог растительный мир сотворил. И человек сотворил. Сейчас я об этом тоже скажу. Тогда, ну давайте сейчас я об этом дойду. Или к Моисею. Есть просто... И все вот это вот. Отсылки к девятой главе, к Моисею или еще к чему-то. Это есть просто оправдание греха, убийства, эксплуатации животных, ну злыми людьми, веренных нам Богу в раю заботы и побечения. Я обо всем сказал. Запрещают животных люди, которые... Это сейчас я скажу. И вот по поводу этой мысли-то я говорю... Или я это позже скажу. Ну да, давайте сразу к ней перейдем, а потом я еще кое-что скажу. Дабы верные, познавшие истину, а истина в любви, вкушали с благодарением и всякое творение Божие. Хорошо, ничто не подействительное, ибо принимай с благодарением, потому что освещает Слово Божие молитву. Я тут комментарий написал. По логике убийц, убийц трупажоров, можно тогда и труп убитого человека кушать с благодарением молитву. Ибо человек, так же, как и все творение Бога, было сотворено во Вселенной. Описано все это в первой главе книги Бытия. Я говорю, слушайте, ну если вы вот так вот это все толкуете, цитируете, запрещающих вступать в брак и управлять в пищу то, что Бог сотворил. Ну, Бог сотворил и человека. В чем проблема? Вдумайтесь еще раз. И смотрите, вот смотрите, трупажор, вот он уже трупажор, он убийца трупажор. Он вот читает это место, и он даже не видит, что здесь речь не идет о животных. Здесь речь не идет ни о каком мясе. Вот заметьте, я читаю, как веган-христианин, я говорю, чистым оком. Думаю, откуда вообще? Почему это место притягивают для оправдания убийства и трупажорства? И употреблять в пищу то, что Бог сотворил. В пищу? Ну что, да, Бог сотворил. Что в пищу сотворил? Все прекрасно знают. Я об этом месте всегда говорю. О первой главе книги Бытия, где Бог сотворил в пищу человеку весь растительный мир. Все, в чем проблема? Вот как это еще можно прочитать? На каком основании к девятой главе отсылаются? Павел, никаких здесь сам пересылок не делают. Да, трупажор может опять, как всегда, к этой девятой главе. Да, или к Моисею, что он, в принципе, что же все это дело единственное, поделил на чистую-нечистую. Ну, поезжал, стуной-то не делил, все можно было, да, якобы всех животных убивать. Чего же Моисей против Бога пошел? Да, потому что дурь все человеческая. Ну, убивайте тогда людей, пожирайте их трупы. Бог же сотворил, да. С благодарением и молитвом. Если прямо по этим словам идти, то, чтобы управлять в пищу, то, что Бог сотворил. Бог сотворил человека, я говорю, да. Описано в первой главе, да, сотворил. Убивайте человека и пожирайте его трупов. Павел вам разрешил. Все. Аргумент железный, как я вам сказал. Козырь в руках веган-христианина, который просто кроет якобы, на самом деле, они сами, как Павел хорошо о них писал, трудно вам идти против рожна, против острой палки, которая в брюхо вам уперлась. Ну, Бог, прямо если идти по логике, употреблять в пищу то, что Бог сотворил. Бог сотворил, да. Значит, те, кто будет в конце, в последние времена запрещать, да, человеков убивать и пожирать их не трупы, тот антихрист. А сейчас это можно делать. Ну, что за бред вот это все? Дабы верные. А заметьте еще, как читается, да, дабы верные. Я говорю, как в начале, кто такие неверные, вот эти антихристы, сожженные в совести своей лжесловесники-лицемеры. Это веганы. Представляете, это веганы. Которые, я вот не зря эти картинки поставил, да, где дети тут защищают животных от вот всех этих негодяев, да. Вот такая картинка всегда мне очень нравилась, да. Когда девочка там обнимает сзади вот эти убитые. Слушайте, вот Иисус говорил, если не будьте как дети. Дети, конечно, любят животных. Ну, понятно, потом они тоже начинают там могут. Но они могут, конечно, не специально какую-то боль причинить еще будучи детьми. Вот кто-то, конечно, с годами становится. Но пулюсь от перевоплощенной души. Понятно, он может быть злым ребенком там уже в малом возрасте. Но так мы все прекрасно видим, насколько животные, дети, да и животные, как и дети, они друг другу действительно чистые, добры, да. Вот. И знаете, вот вы заметьте, опять весы такие. Я все время показываю. Вот посмотрите на такого, как я, и таких, как я. Вот мы топим за любовь, за доброту. Что с животным? Какое доброе дело применить к животному, которое имеет плоть, душу, тело, там все это, через нервную систему, да, когда ты его гладишь, чувствуешь удовольствие, то считаешь, как и мы. Даже не важно, мы не понимаем, почему нам это приятно, как там все это работает, но нам приятно. Мы добро от зла очень элементарно отличаем. Нам не надо богословской школы заканчивать. Добро и зло познаются элементарно. Мне больно, мне сделали зло. Мне приятно, мне делают добро. Все, ничего сложного. Для этого у нас есть глаза, что я смотрю, мне приятно или неприятно, и доставляет мне как-то боль там душе моей. Мы не знаем, что это такое, как это там через нервное, и как видимое с невидимым там соединено, да. У меня есть уши. Одно дело, я слышу морчание своего кота, другое дело, я слышу вопли, когда его режут. В Китае там или еще где-то, или в России садисты, пусть и не кушают, и убивают кошку там, да. У меня есть запах. Я чувствую прекрасные ароматы, запахи фруктов и овощей, которые просто уже от одного запаха у меня слюни текут. Другое дело, я чувствую вонят и трупятины. Да, ну что это такое? Одно дело, я глажу или меня гладь, другое дело, меня бьют, причиняя боль, ломая мне кости и разрывая кожу там, да, плоть мою. Это все очень просто. И вот эти трупажоры, убийцы, религиозники, вот в чем обвиняют веганов? Заметьте, людей, которые проповедуют, что, как дети, которые стали, говорят, любите, погладьте, приютите, да, покормите, согрейте, повеселитесь вместе с ними, поиграйте, помогите там, да. Что трупажоры, убийцы проповедуют? Вон, на заднем фоне. Все показано. Неужели это вот так сложно понять, да? Я так и написал в комментах себе. Запрещают животных, запрещают животных, убивать животных люди, которые, слово убивать пропустил, которые снова стали добрыми, как дети. Вот кто выше-то, да, эти дети или вот эти вот трупажоры? Кто из них сожженный в совести свои лжесловесники? В чьих устах это дьявольское змеиное яд, это дьявольская ложь о том, что можно убивать животных? Конечно, в устах убийц, трупажоров. Кто такие, познавшие истину? Да, как тут еще назван-то забыто? Верные. Кто такие верные Богу Иисусу Христу и познавшие истину, которые в любви? И, конечно же, веганы, проповедующие любовь к животным. Вот и все, все очень просто. Поэтому, конечно же, веганы, вкушающие всю еду от создания мира, Богом данного человека, делают это с чем? С благодарением, естественно, и радостью от того, что они могут наслаждаться этой пищей, этими вкусами, которые, не понимая как, доставляют нам радость. Ну, продлевают жизнь, доставляют нам вкусовые радости. Вот так вот. Все очень просто и понятно. Проще некуда. Дьявол или Бог? Добро или зло? Любовь или ненависть? Элементарно все это смотрится. И все это понятно. Поэтому можно сколько угодно вырывать эти стихи, да? Никакого отношения они там не имеют к тому, что вот можно убивать животных, пожрать их не труп. Это, конечно же, кривое око, кривое правило, знаете, оно все кривым делает. Вот это все, эти образы, эти все именно оттуда, да? Я вам хотел дальше еще немножко почитать продолжение этого послания. Внушая это братьям, будешь как добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которым ты последовал. Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии, ибо телесные упражнения мало полезны, а благочестие на все полезны, имея обетование жизни настоящей и будущей. Слово это верно и всякое принятие достойно. Я всегда с вами следующее видео, я его анонсирую, как мы в принципе, я Евангелие об Иисусе Христе закончил таким роликом, Иисус веган, да, потому что показал все положительные моменты, несмотря на то, что веганство Иисуса попытались все вырезать из Евангелия. И то же самое я сделаю с апостолом Павлом, но даже в этом видео я хочу показать, вот, да, якобы, знаете, очень любят цитировать там Павла, и как я все говорил, да, есть такие слова, как добро, любовь. И вы не найдете, я сам говорю, не найдете ни одной религии, которая бы говорила, что вот грешники будут в раю, а праведники в аду, нет. Нет, общими этими словами бравируют все религии, культы, мировоззрения, лозунги и доктрины партий там государственных, атеистических или нет в разных странах, да. Да, все праведники всегда будут в раю, а грешники в аду. Но я говорю, слова-то это все хорошо. Что? Любовь, за любовь вам можно сказать. Ты за любовь? Да, да, я за любовь. Да. Это как я говорю сейчас в нынешней ситуации. Ты за мир? Да, да, я за мир. Ну, а что ты тогда не против войны России, агрессивной войны России против Украины? Ну, а что я? Ну, вот это нормально. Ну, ты за мир? Да, да, я за мир. Вот это то же самое. За какой ты мир? А что ты молчишь тогда, если ты против войны и ты за мир? А тот, кто начал эту войну, там, Путин, хороший? Да, да, хороший. Так он же начал. Ну и что? Человек не может две извилины в голове сложить. Два плюс два. Здесь то же самое. Какой же добрый служитель-то вот это вот? Что же тут доброго-то? Внушай это братьям, будешь добрым служителем Иисуса Христа. Вот кто будет добрым служителем? Тот, кто... Я вот как-то такую картинку сделал, чтобы было наглядно всегда понятно. Вот кто добрый служитель, где Иисус Христос? И вот по левую и по правую сторону, да, веган, веганка, девушка. И вот, которая там проплачивает и покупает эти убийства животных. Вот кто? Кто добрый служитель Иисуса Христа? Я говорю, какой у вас Иисус Христос? Тот, кто горло перелезает, убивает, эксплуатирует животных? Причем веганство, это же не только о брюхе. Вот у трупажоров, это в следующем ролике, я тоже люблю это место, из Павла зачитывать, их бог чрева, а не мысль-то земном, все их непомышления. Вот и веганство, знаете, да, можно сказать, что, конечно, начинается оно, естественно, с пищи, ибо пища – это наша первая причина, так скажем, вообще того, что мы существуем в жизни, да, и это речь идет о питании. Ну, веганство – это вообще об эксплуатации животных и убийстве, не только ради еды, это ради одежды, это ради медицинских экспериментов, ради, потому что там сначала эксплуатация, там не просто сразу убийство, там очень часто это концлагеря просто обычные. Возьмите все эти зоопарки, цирки, да, все эти спорты с животными, я говорю, все эти медицинские опыты, все эти сдирания шкуры. Сначала это животное живет в тюрьме всю жизнь, там лисицы живут вот в таких клетках, их выращивают, потом убивают и сдирают с них шкуру. Веганство – это вообще о людях животных. И как вы можете наезжать на веганов, я все время говорю, убийцам, трупажоров, это кто добрый служитель Иисуса Христа? Вы это что ли добрый и верный? Вы сами дьяволы и других это мучите, а таких как мы, которые выступают за добро, за любовь, не один нормальный человек в принципе, более-менее нормальный человек, кем бы он в этой жизни не был, да, но если он не совсем полное дерьмо, он не может смотреть нормально на эксплуатацию животных и их убийство. Как там эти шкуры сдирают, якобы ради кожи или там шубы, да, как проводят эти ужасные медицинские опыты над ними, как их там заковывают и все им это в глаза, там в рот что-нибудь капают, проверяя, как все это работает. Вот, или вкалывают, смотря как там этих мышей бедных, все эти болячки разрывают, да, или что-нибудь у них там отваливается, или по 10 ног вырастает, по 20 отваливается. Нормальный человек ни на что это смотреть не может, как это в цирке бердные животные там, да, палками все забитые, не может нормальный человек смотреть, как забивают это животное, чтобы потом, как его разделывают, чтобы потом эту трупятину жрать, нормальный человек не может на это смотреть. Это уже либо конченый человек, там вообще уже все просто, а умное сердце, умное помышление сердца, они просто уже там атрофировались, да, как Сус правильно говорит, камень просто, вот, поэтому, знаете, это все, вот, религиозники меня всегда просто вымораживают, вот, и, знаете, вот, любят эти, да, красивые фразки цитировать несложно, а вот призывать людей к добру, самому быть добрым и призывать людей к добру, вот это подвиг. За это ты всегда будешь страдать, когда ты будешь добрым и призывать к добру, а это все знаете, внушай это братьям, что вы, вот, я говорю, что вы внушаете, блевотину? Разве человек какой хороший, добрый или злой? Что вы внушаете, убийство? Это вы добрые служители Иисуса Христа? Вот если, по вашим словам, Павел проповедовал, что якобы можно, хотя, как мы видим, в этом месте вообще этого нету. Да, сюда можно впихнуть все, что угодно. Ну, так что добрый, чистый человек впихнет? Пусть он даже уже наверняка не знает, что там, кто, как я все говорил, кто этот за Павел, что это за Павел, Павел ли это, это тот же Павел, который другие послания писал, можем ли мы между ними делать синхронизацию, сказать, ну да, там-то он призывал, мы не знаем. Мы в это все только верим, религиозникам, которые через две тысячи лет, да, пронеся сквозь все свое решето, цензуру и лживое учение, до нас дошли какие-то бумажки. Мы можем на них опираться, как на авторитетную истину? Нет, конечно. Питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал. Какая доброта в убийстве? Никакой. Это противоположное дело, доброму делу. Это зло. Поэтому это вот мне хочется вам, чтобы вы услышали слова апостола Павла, негодных же и бабьих басин вот этих всех, и лживых учений, отвращайтесь. О всем, что там якобы, да, что это убийство оправдано кем-то, Моисеем или даже Ноем там, или еще кем-то, или какие-то места нашли, услышали. Добро и зло очень легко отделимо, да. Ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога живого, который есть спаситель всех человеков, а наиболее верных. Увещай, так и учи. Никто да не пренебрегает юностью твоей, но будь образцом для верных в слове, в поведении, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Павел употребляет много слов. По сути, вера – это и есть любовь. Да, в слове, в слове о любви, да. Ну, главное, будь сам образцом в любви. Какая любовь в убийстве животного? Вот пусть мне какой-нибудь нормальный человек, которого прямо спрашиваешь, убийство – это зло, начни-то так образно. Ну, да, это зло. А убийство животного? Ну, и начинает как уж на сковородке. Плохой образ, конечно, всем известный, да. Ну, каким можно быть образцом, если человек – убийца? Убивает животное, которое Бог, которому Бог дал. Такое же тело, как у человека. Такое же сердце, ум, и все у них видим, такую же свободу. У них такая же нервная система, у них душа живая, как в первой главе «Бытие». Мы это видим текстом, это для тупых, для кого букв выше духа. Но для того, чтобы понять, что у животного есть душа, достаточно ему глаза посмотреть. У них глаза такие же, как у нас. Собака, свинья, корова смотрят на нас одинаково. Почему он смотрит? Как человек. А порой даже, как говорят, еще человечнее, чем человек. Как можно взять и убить ее? Какой в этом образец в любви? Вот какой в этом? «Будь во всем», – Павел пишет. Для верных во всем, в слове, в поведении. Какое-то слово, когда вы к убийству призываете. Вы же прямо призываете к убийству, эксплуатации животных, у которых живые души. Это существа, которые чувствуют боль, которые страдают, визжат, кричат, вырываются. Которые не хотят умирать, хотят жить и жить счастливо. Точно так же, как человек. Какое же это образец-то в слове, в поведении, в любви, в чистоте? Какая чистота? Посмотрите на мясника, на его только вид. Да, какая там чистота? «Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением. Не пренебрегай о пребывающем в тебе даровании». Это я вот уже себе и таким, как я, хочу эти слова применить. «Которое дано тебе попорочество с вложением рук пресвитерства». Не пренебрегайте своим дарованиям. Если вы познали истину, светите ею. Потому что Бог есть любовь. Абсолютная, совершенная, ко всему своему творению. Проявляются, конечно, по-разному наши дела любви. К растительному миру, к животному, к человеческому, к ангельскому, которого мы сейчас не созерцаем тогда. Это любовь разная. Но в убийстве нет никакой любви. Если мы не занимаемся сексом с животным, как я говорю, не говорится, что мы его не любим. Любовь, конечно, по-разному ко всему проявляется. И растительный мир – это другой мир. Растительный мир уже можно и веточки подрезать. Да, они от этого не страдают. То есть, считаешь, мы не страдаем, когда у нас волосы или ногти стригут. Наоборот, природе нравится. То есть, считаешь, как нам нравится, когда нам подстригают или что-то украшают. Ногти нам в порядок. Как маникюрчик делают. Вот природе это нравится, когда с ней бережно, заботливо. Ей можно, она не имеет нервной системы. Но животному подрезать точно так же, кроме ногтей. И волос ничего нельзя. Нельзя ему взять и ногу отрезать. Ни мертвому, ни уж тем более живому. Об этом заботься. В том пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. Вникай в себя. Вот мне теперь хочется трупажоров в том числе сказать. И в учении Иисуса Христа о любви. Учение Библии, если хотите, целиком. Первую главу никто не отменял ее, никто не выкидывал. Иисус, когда его спросили вот именно об этих разводах, он не говорил, что надо жениться, но он сказал, что и разводиться, то есть, а это символ развод, символ нелюбви. Он говорит, от начала не было так. От начала должна была быть одна любовь. развод, символ и свидетельство уже, печать нелюбви. Я отправил с ответом на этот вопрос к первой главе книги «Бытия». Я об этом говорил, кто последует, смотрит мои ролики, уже все это видел. Так что вникайте в себя и в учение. А то тоже любит там сердце, лукаво, тоже вырвут там стих из Библии, и не туда тебя заведет. Вот Павел пишет, вникай в себя, в себя и в учение. В себе, что ты чувствуешь, что тебе Бог открывает на сердце, что истина, что ложь. Ну и из внешних источников. Иисус прямо говорил, книжник научный, Царству Небесному, познавший истину, вот как мы сегодня читали. Да, люди. Они из всего выносят доброе или злое покажут. Все из Писания, там откуда угодно, из любых учений, из христианского, нехристианского. Человек, познавший истину, да, книжник, познавший истину, из всего вынесет, из старого и нового, все, что он раньше знал, и все, что еще ему открывается. Он все вынесет, то, что правильное. Везде найдет пшеницу и плевел и разделит их. Занимайся этим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих себя. Вот все, кто христиане, особенно встанут, примут веганство, любовь к животным. комментарий, то, что я написал, я уже все сказал, я вижу. Вы и себя спасете, и слушающих вас. Это очень важно. Вот такое вот место, еще раз вас обращу к первой главе книги бытия, где был сотворен и растительный мир, и животный мир, и человек был сотворен, и заповедь по поводу питания, как вы хотите, хотя это заповедь-то любви, то же самое, другими словами, просто зеркально говорит. Сказано, что есть, это сказано, что не есть. А труп, который вы едите, убиты живых существ, или продукты животного происхождения, получены посредством лишь эксплуатации или убийства живого существа. Поэтому от начала было дано есть только в пищу только продукты растительного происхождения. Это очень важно. Так что, как мы сегодня с вами убедились, это место из апостола Павла никаким образом не может служить для оправдания греха, зла, убийства, эксплуатации живых существ. Поэтому, ну а что там, когда наступят последние времена и будут запрещать там вступать в брак, и что конкретно из питания там будет запрещать, мы с вами увидим. Но речь, естественно, идет ни в коем случае не о том, что вот раз туда решили веганы-христиане запрещать якобы пищу, труп животного это не пища, это труп. Это не называется пищей. Пища называется пища богов. Кто был создан богами? Вы боги и дети Всевышнего, все вы, Иисус говорил. Это Адам с Евой. Вот это пища. А это труп. Это есть нельзя. Как ты можешь это есть, если это живой человек или живое животное? Сожрать его можно, только убив его. Прекратив его жизнь. Когда ты ешь яблочки с дерева, ты не убиваешь дерево. Они сами, плодоножка усыхает, или огурчик с помидорчиком, и он сам отваливается. И ты его ешь. Иначе он через несколько дней просто из праха появился и в праху возвратится. Вот так вот. Так что мы с вами видим, что это место особенно тоже любит. Вот особенно лишь бы тыкнуть тебе, что чуть ли ты там не с последних времен. Тот антихрист, якобы уже последние времена, как мы видим, все это бредятина. Просто рвут все это, извращают все это, несмотря на всю, на всю кайму все учение о любви. Я говорю, того же самого Павла. Да если посмотреть на этого человека, да, как все это выглядит, мне тогда интересно. Я говорю, такой, да, режет тут же, бьет какую-то корову и тебя о любви учит. Вы вот так, представьте эти слова, когда Павел там якобы разрешил и тут же рассказывает, будь добрым учителем, да, в добром будь образцом и показать примером в любви и в поведении. Ну, представьте на этом месте мясника, который прямо на ваших глазах, да, и представьте, я говорю, особенно русские, говорящие мне так называемые. Вон в Китае спокойненько кошек, собак все подряд едят, убивают, прежде убивая, да, а то у вас тут кошечки, собачки якобы нельзя, а вот свинюшку с этой можно. Ну, пожалуйста, в Китае все остальное можно. Человек доходит до этого. То, что вы где-то что-то поделили там, да, красную черту провели, это все чепуха человеческая. Такие же живые существа, это вы им выдрали души, Богом им данные. Выдрали, да, сделали их камнями, как бы не существующими, которых можно убивать. Вот и все. Какой же тут пример, образец учения. Да, поэтому все это, конечно, какое же тут добро-то. Так что там, видите, я не зря вам так побольше зачитал. Иначе получается, какой-то просто у любого нормального человека будет тогда когнитивный, как его сейчас называют, очень любят это выражение употреблять, не знаю, блогеры, сколько я слышу. Когнитивный диссонанс, да, тут вроде, тут мне только что о любви пели песни, и тут же, да дело-то как доходит, я вижу, какими делами все это сопровождается. Вот здесь то же самое. У любого нормального человека начнет в голове просто клинить. Где же тут любовь-то? Как я говорил, не раз за этой хулицей имя Христа и учения христианской любви, тех же самых веганов, когда они вот таких христиан встречают, которые якобы там что-то о любви заливают, чуть ли не к врагам даже в некоторых язык, поворачивается. Когда вы даже не способны отстать от зла, убийства беззащитных животных, а это все равно, что убивать детей, стариков, инвалидов там, да, они ничего, они вообще беспомощны перед человеком, они Богом созданы были, как невинные существа, такие же, как дети, которые любят животное, человека, властятся к нему. Вы когда в аду осознаете, и вам все это будет явно показано, в каком вы зле участвовали, у вас, да, как Иисус сказал, вы локти будете кусать. Так что вот так вот. Следующее видео, как я вам обещал, вот такое, мы подведем итог, да, не веган, я его обычно говорю, даже назвал веган, потому что Павел такой-такой, но здесь я оставил, он не веган, ибо Павел без любви, бесполезен. Без любви я ничто, Павел сам писал. Вот об этом и в следующем видео. По сути, это видео будет такое же, вот как эта вторая часть сегодняшнего видео была, я показываю, что, если Павел, да, как вы утверждаете, трупажоры, убийцы, религиозники, что якобы он там ел мясо, там не был веганом, тогда все его слова, ничто. Если любви нет в человеке, все это пустое, это ничего, ноль. Он сам об этом говорил, естественно, начну я это видео с его слов, так называемого, всем известного, религиозникам, гимна любви, да, что если я буду, все молитвы там произнесу, и буду все дары иметь сверхчеловека, да, что только буду не уметь, а любви нет во мне, в делах любви моя жизнь не проявляется, то я ничто, я пустое место, я ничего не приобрел, вот он об этом прям будет, тогда его слова, они ему же будут уголь имеют на голову его, вот так вот, но об этом в следующем видео, это такой анонс. У меня на этом все, всем, кому ролики нравятся, полезны, ставьте лайки, делитесь ими у себя на своих ресурсах, в социальных сетях, пишите ваши комментарии, делитесь эмоциями, задавайте вопросы, я все читаю, стараюсь ответить на все. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok